Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, гемия 30-й, 11-й класс, Атанасян, задание 30. Основание АВ трапеции АВЦД параллельно плоскости альфа. Давайте так и запишем. Во-первых, что АВ – это основание трапеции АВЦД. Во-вторых, это основание АВ параллельно плоскости альфа, а вершина С лежит в этой плоскости, С принадлежит плоскости альфа. Давайте еще запишем. Там понадобится нам еще средняя линия трапеции. МН – это средняя линия трапеции. Мы ее тоже будем использовать. И нам нужно доказать А, что основание СД также лежит в плоскости альфа. Лежит в плоскости альфа. И Б нам нужно доказать, что средняя линия трапеции МН параллельна плоскости альфа. Давайте начертим трапецию АВЦД. Значит, АВ – вот это основание одно, СД – это второе основание, АВ – параллельно плоскости альфа. Изобразим плоскость альфа, причем так, чтобы плоскость альфа проходила через точку С. Так, теперь изобразим среднюю линию трапеции. Средняя линия трапеции – это отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции, сторон АД и ВЦ. И вот теперь приступим к доказательству. Ну, первое, что мы сделаем, проведем... Проведем плоскость АВЦ. Точки АВ и Ц не лежат в одной плоскости, не лежат на одной прямой, поэтому через них проходит единственная плоскость. Вот мы эту плоскость провели. Вот так она проходит. Дальше. Вот это у нас плоскость альфа, а желтая – это плоскость АВЦ. Плоскости АВЦ и плоскости альфа имеют общую точку. Точка С принадлежит, естественно, плоскости АВЦ, потому что она проведена через эту точку. А также точка С принадлежит и плоскости альфа по условию. Тогда, если две плоскости имеют общую точку, то они имеют и общую прямую. Это по аксиоме А3. Значит, тогда АВЦ пересекается с плоскостью альфа, и это какая-то прямая Н. Отметим тут же, что на этой прямой Н, но на ней содержатся все общие точки этих прямых, и в частности, точка С, она тоже лежит на этой прямой Н. Третье. Теперь мы рассмотрим прямую АВ. Прямая АВ по условию параллельна плоскости альфа. Но также прямая АВ лежит в плоскости АВЦ. Тогда мы можем применить первое утверждение или первое следствие из теоремы параллельности прямой и плоскости. Если плоскость проходит через прямую, которая параллельна второй плоскости, и эта первая плоскость пересекает вторую плоскость, то данная прямая параллельна общей прямой двух пересекающихся плоскостей. То есть речь идет о прямой АВ, которая лежит в желтой плоскости. Желтая плоскость пересекает голубую плоскость. Прямая АВ параллельна голубой плоскости. Значит, прямая АВ параллельна прямой Н, по которой пересекаются эти плоскости. Что у нас получается? Это мы доказываем, кстати, А. Что у нас получается? У нас получается, что некая прямая Н параллельна прямой АВ. При этом прямая Н проходит через точку С. С лежит на прямой Н с другой стороны И. Прямая СД также параллельна прямой АВ. И прямая СД проходит через точку С. Естественно, точка С принадлежит прямой СД. Отсюда следует, так как через одну точку можно провести всего одну прямую параллельную данной, то тогда прямая Н совпадает с прямой СД. А следовательно, поскольку прямая Н, она же принадлежит плоскости Альфа, то следовательно и СД, так как это одно и то же, принадлежит плоскости Альфа. Но это нам и требовалось доказать. Значит, СД принадлежит плоскости Альфа, мы доказали пункт А. Пункт Б. Нам нужно доказать, что прямая МН параллельна плоскости Альфа. Тогда рассмотрим две параллельные прямые. Прямая МН, как средняя линия, она параллельна основаниям трапеции, в частности, параллельна основанию АВ. Но по условию АВ параллельна плоскости Альфа, тогда для этого случая мы можем применить утверждение второе или следствие второе из теоремы параллельности прямой и плоскости. Если из двух параллельных прямых одна параллельна плоскости, то и вторая параллельна плоскости. Значит, МН также параллельна плоскости Альфа. Что и требовалось доказать Задание выполнено И если вам понравилось видео Смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте